Вообще-то последние 20 лет у нас кривая преступности растет резко вверх. Здесь куча аспектов на самом деле. И рост преступности, чисто криминальный аспект, и преступность среди несовершеннолетних, не будем забывать, что убийце было 16 лет, и перекосы в национальной политике, в миграционной и так далее. Но нужно сказать, что на самом деле самый мудрый ответ дал отец убитого, Руслана Марожанова, который сказал, что не нужно раздувать антимиграционную истерию, не нужно раздувать националистическую истерию. Это чистый криминал. Он сказал, что основная причина – это наличие питейных заведений. На самом деле, вот этот простой человек смотрел в корень, потому что на самом деле все проблемы, во-первых, от водки, во-вторых, от распущенности, и в-третьих, от того, что государство никак ситуацию не контролирует. Поэтому реакция жителей, она, в общем-то, очень неадекватная. Естественно, что очень многие хотят спекулировать на националистической теме. Но я, честно говоря, удивляюсь людям, которые вместо того, чтобы требовать совершенно на законных основаниях, того, чтобы власти, органы правопорядка, местная администрация соблюдала закон и контролировала преступность, вместо этого они ищут виноватых в лице разных этнических групп, групп мигрантов и так далее. Хотя на самом деле и погибший был полукровкой, он был наполовину татарин, наполовину русский. На самом деле, действительно, проблема есть, потому что в том же Пугачеве, в любом провинциальном городе, да и в Москве, по Ножовщине, это, в общем-то, статистика с сегодняшнего дня. К сожалению, это стало статистикой. К сожалению, мы уже не обращаем на это внимания. Если раньше в советское время каждый подобный случай был ЧП, то сейчас это уже, как говорится, реалии нашей жизни. И поэтому, я думаю, что, к сожалению, никакими точечными мерами, уж тем более никакими дискриминационными, ситуацию не исправить. Нужна коренная реформа и правоохранительных органов, нужна коренная реформа в отношении к преступности несовершеннолетних. Ведь не нужно забывать, что убийца пришел на дискотеку со скальпелем. Скальпель – это, понятное дело, что это орудие, дискотека – это не операционное, и человек явно шел с умыслом совершать какие-то противоправные действия, потому что вряд ли скальпель можно рассматривать как орудие самозащиты. Это не газовый баллончик, это не лицензионный пистолет и так далее. Поэтому здесь комплекс, целый клубок проблем, и решать какую-то одну, не решая остальные, не получится. Продолжение следует...